Здравствуйте, я Лида Ларина, и я нашла тег на просторах ютуба, artist-тег, его загрузила 13thmoon, я не знаю, откуда она его взяла, но я оставлю на неё ссылку, потому что, ну, блин, это вежливо, вот, и я буду их переводить вопросы и отвечать на них, потому что надо же с чего-то начинать, вот, так, первый вопрос, что для тебя значит быть креативным? Я думаю, что быть креативным – это умение находить небанальные выходы из сложных ситуаций, вот и всё, то есть и в искусстве тоже, то есть тебе поставлена задача, и ты её решаешь, как в математике, только в творчестве, и если ты правильно решил задачу, значит, у тебя всё хорошо, если зритель её понял, то это совсем хорошо, я не знаю, что вы думаете, что значит быть креативным, такое сбитое слово противное – тяжело как-то его охарактеризовать уже, слишком оно банальное, приевшееся и на зубах хрустит. Второй вопрос. Опиши момент, когда ты впервые осознал, что искусство – это твоё, твоя любовь. Я не уверена, что этот момент вообще настал, я до сих пор не в курсе, моё искусство – не моё, я просто рисую и все дела. Рисовала всегда, ну как бы на этом всё, не думаю, что это моё призвание, но это то, что я делаю. Третий вопрос. Какие рутины, ритуалы ты делаешь до или во время создания своей работы? Раньше я включала музыку, как любой человек, вдохновлялась музыкой, потому что это реально крутой мотиватор и кровь разгоняет по рукам, по мозгу, по глазам, и ты, в общем, очень быстро начинаешь работать. Что я сейчас делаю? Сейчас я старею, я делаю план, я рассчитываю по минутам, по часам, что же я буду рисовать и сколько я должна по количеству сделать в определённый период времени. То, что если бы я этого не делала, ну тогда бы я не знала, ну не смогла бы рассчитать, сколько стоит, допустим, час моей работы и что я за этот час успеваю. Какая твоя любимая работа, которую ты сделал? Моя любимая работа, пожалуй, вот эта. И это, трудно сказать, в ней очень глубокий смысл, безусловно, который я до сих пор до конца не понимаю. Эта работа была сделана в год, когда я готовилась к поступлению в Строгановку. Я узнавала много всего об академическом рисунке, академической живописи, что есть графика. И, в общем, очень хотела быстро-быстро форсировать события и очень быстро повзрослеть, как художник. И срочно уйти с уровня художки до уровня академии. И, в общем, вот такая работа у меня получилась. В ней дофига клише всяких, которые свойственны скорее какому-то нон-конформистскому, такому позднему советскому искусству. Тут и газета про... Ну, то есть, на самом деле пошлая очень работа, не потому что здесь лежит голый мужик, и у него стояк из бутылки с алкоголем. А потому что вот эти символы газета «Правда», вот эти обои, подранные какие-то тоже старые, он лежит на столе, и вроде бы он как в саркофаге, он вроде бы мёртв, но вроде бы нет, он пьян. Он пьян от алкоголя или он пьян от событий в мире. Что, где символизирует? Ну, то есть, вроде бы над этой работой можно долго рассуждать и думать, а с другой стороны, нафига вообще это делать? Она просто наполнена несколькими смыслами, несколькими символами, и всё. В ней нет ничего серьёзного на самом деле. Пятый вопрос. Что ты пытаешься передать своим искусствам? На данный момент я рисую собачек, как и всегда, наверное. Нет, конечно, я разбавляю своё творчество более серьёзными работами, менее инфантильным стилем и так далее, но я ничего не пытаюсь сказать своим искусствам, ничего особенного, я просто рисую. Шестой вопрос. Каким творчеством хотелось бы заниматься, но ты им не занимаешься? Честно говоря, мне хотелось бы заниматься всеми творчествами, которые только есть, начиная от классических, типа музыка, танцы, может быть, какой-нибудь лепка и так далее. Возможно, что-то я хотя бы на начальном уровне ещё освоил, а может и нет. Седьмой вопрос. Кто твой любимый художник? Кто мой любимый художник? Это нереально составлять рейтинги, потому что после обучения в универе и вообще после охвата такого количества художников, такого количества личностей ты уже не можешь выделить. Во-первых, для тебя всё равно никто не авторитет, потому что во время изучения творчества людей и их биографии и сопоставляя это с временем, когда они жили, ты понимаешь, почему приблизительно они пришли к этому. И этих людей ты уже не идеализируешь так, как, например, в школе. Когда там в школе, например, я могла сразу сказать, что мой любимый художник – это Федотов, Репин, Серов, Ван Гог, кто там ещё. Ну, вот такие крупные, такие массадонты. Тогда я была уверена в том, что, ну, это как бы высший класс и ничего круче, чем Репин и, там, не знаю, Шишкин. В искусстве не случалось. Сейчас моя голова немножко опухла от количества людей там внутри. Я не могу выбрать. Вот из сегодняшнего, например, мой любимый художник Фёдор Васнецов. Вот так отвечу. Восьмой пункт тоже хороший. Любимая картина. Ну, тут та же ситуация, что даже если ты железно знаешь, что твой любимый художник Ван Гог, например, но ты всё равно не сможешь даже из творчества одного человека выбрать одну работу его, которая твоя любимая. Ты будешь думать, что там Ван Гог, ну, Звёздная ночь круто, Подсолнухи круто, Ирисы круто, там, разные пейзажи, всё круто, Череп с сигаретой. Вот череп с сигаретой. И мне Ван Гога очень нравится, потому что для меня это в своё время было откровением. Если вы не видели, погуглите его работу, или я, может, её прикреплю в видео. Так, девятое. Масло или акрил? Мама или папа? Что-то я даже залипла. Я не знаю, масло или акрил. Мне нравится и то, и другое. Я писала и тем, и другим. Акрил мне не очень нравится, потому что вероятность того, что ты найдёшь хорошее масло, выше, чем вероятность того, что ты найдёшь хороший, качественный акрил. Когда я, по-моему, на втором курсе мы делали плакаты, и там надо было прокрывать огромные площади бумаги одним цветом. Не дай бог, там что-нибудь у тебя будет какой-то мазок виден, или какое-то там пятно, переход, оттенка, цвет. Это как бы губило всю работу. Я работала акрилом и сразу почувствовала на себе всю эту мороку, что хороший акрил, он великолепен. Он ложится без всяких вообще проблем. А плохой акрил, он как кожура от... У меня какие-то остации не очень правильные. Ну, в общем, он такими слоями слезает или что-то ещё делает, там морщится, горбится. Наверное, надо приноровиться. В общем, один-один. А вообще, я темперу люблю. Вот, узкомасляная. Мне она больше всего нравилась всегда. Ну, и ПВА темпера тоже ничего. Так, десятый вопрос, последний. Дай совет для художников или тем, кто собирается ими стать. Ну, в общем, какой-то пышащий самомнением последний вопрос. Я его перефразирую. Такой очень классный, невыполнимый абсолютно совет. Если бы я дала его сама себе, той, которая училась в художке много лет назад. Нет, он бы мне не помог, но я бы всё равно себе этот совет дала. Не расстраиваться из-за работ. Потому что это всё суета. И потом не вспомнишь, как ты расстраивался. А работа у тебя будет. Или наоборот, ты будешь... Ну да, ты будешь очень долго-долго-долго расстраиваться, мучиться и вообще в полной меланхолии и депрессии находиться. А в итоге у тебя всё равно получится крутая работа. Или наоборот, ты её просто не сделаешь. Ну и, короче, фиг было расстраиваться. Ну, это такой совет из серии. Да, не расстраивайтесь. Пойду поплачу над своими работами. Вот. Вот такой тег. Если хотите, делайте. Пишите вниз, может быть, чего-нибудь. Я не знаю, как на Ютубе надо правильно себя вести пока что. Поэтому веду себя как вот так. Хотя мне спокойнее, что вы не видите моего лица. Потому что я пыталась это записать на камеру. И, честно говоря, я вела себя куда более неадекватно, чем сейчас. Вот. Спасибо большое. Пишите. Будет интересно. Давайте. Пока. Спасибо. Пока. 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 Продолжение следует...